Друзья, всем привет! С вами интернет-магазин Antelife.com.ua Перед вами модель GAU-G2F Это бюджетный вариант небольшого размера от компании GAU Стоимость в Украине составляет примерно 130-135 долларов Поставляется смартфон вот в такой вот коробке Это новые коробки от GAU В комплекте особо ничего интересного нету Здесь все стандартно Это зарядка и USB кабель Сам смартфон имеет размер 4,3 дюйма Корпус выполнен из пластика Вот этот вот ободок это не металлический ободок Ну и давайте разбираться, что же это за модель Спереди у нас есть три сенсорных кнопки, которые не светятся Сверху у нас есть датчик приближения, датчик освещения фронтальная камера, динамик и индикатор пропущенных вызовов С этой грани есть кнопка плюс-минус звук, качелька громкости Сверху кнопка включения-выключения и разъем под наушники С этой грани нет ничего Снизу у нас микрофон и микро-USB 2.0 Сзади крышка выполнена из матового пластика На нем не остается отпечатков пальцев Есть логотип GIU, есть камера, есть вспышка и решеточка под динамик Под крышкой этот смартфон имеет следующий вид Здесь две сим-карты Обращаю ваше внимание на то, что эти сим-карты работают в стандарте GSM плюс TDC-DMA То есть эта модель не поддерживает полноценный 3G стандарт Однако вы сможете пользоваться этими сим-картами стандарта GSM и пользоваться интернетом GPRS То есть это все без проблем Также есть карточка под Также есть слот под микро-SD карточку У меня сейчас установлено 16 гиг Здесь две 200 мАч Для 4,3 дюйма Это в принципе довольно-таки хороший аккумулятор По корпусу нареканий у меня нет Это такой типичный маленький смартфон от компании GIU Аналог GIU-G2, GIU-G2S Только это GIU-G2F Маленький, удобный Корпус монолитный Не трещит, не хрустит По корпусу однозначно плюс Далее давайте рассмотрим сразу же технические характеристики А потом поговорим о прошивке этого смартфона В Antutu набирает 16000 1617 422 Android Это прошивка у нас MyUI Процессор 4-х ядерный MTK6582 Mali 400 Здесь HD разрешение экрана 1280 на 720 Для 4,3 дюймового размера Это очень классный показатель 8-мегапиксельная камера ГИК оперативной памяти 4 встроенной Только прошивка сделана таким образом Что нужна только карта памяти Для того, чтобы записывать видео Снимать фото Скачивать с плеймаркета и тому подобное Стоит у меня на 16 гигабайт MTK6582 4 ядра 1,3 гигагерца Максимальная частота каждого ядра IPS матрица 2 мегапикселя фронтальная камера Так, количество точек касания Multi-touch здесь 5-точечный И посмотрим, какие датчики есть в этом смартфоне Сразу же скажу, что аппарат поддерживает OTG кабеля Мышку, флешку, клавиатуру можно будет подключать Есть GPS, компас, Bluetooth, Wi-Fi Датчик приближения, датчик освещения Есть гироскоп, само собой акселерометр И есть вспышка Вспышка здесь средненького уровня Особо ничего вы такого не сфотографируете И не подсветите себе ночью Что касается прошивки Приходит этот смартфон из Китая С китайским и английским софтом Еще не сделали почему-то прошивку Сами китайцы На форумах много различных прошивок Но мало из них стоящего Я обращаю ваше внимание на то, что стоит у меня прошивка Вот такой вот версии 4.3.28 Это единственная прошивка, на которой у меня смартфон Ну скажем так, не перегревался Да, он греется в любом случае, когда идет нагрузка сверху Однако Выплывающих сообщений и якобы ошибок, что смартфон перегрелся Извлеките аккумулятор На этой прошивке у меня этого не было Я смог протестить аккумулятор и в игре, и в фильме, и в Antutu тестере То есть без этих выплывающих ошибок На предыдущих версиях и даже на последующих версиях этой прошивки Эти ошибки были Прошивка полностью на русском языке Что интересного, что такого особенного в этой прошивке Можно сказать, что Viper FX Это такой своеобразный многофункциональный Многофункциональная программка С помощью которой можно устанавливать самые различные настройки Эквалайзеры То есть все касающееся звука в наушниках, в динамиках Через блютуз, карнитуру А так все более чем стандарт Что касается экрана Экран в этой модели IPS 4,3 дюйма HD разрешение Что могу сказать я лично по своим ощущениям Во-первых, яркости мне немножко не хватает То есть я не считаю, что это достаточный уровень яркости Да, в принципе, выглядит он достойно Нормально цвета отображаются Но мне, например, нравится, когда цвета отображаются в более холодных тонах Здесь, как вы можете видеть Не знаю, на камеру видно или нет Но белый здесь он такой немножко желтизной отдает Мне такое не нравится Я люблю, когда белый цвет действительно белый И это приятно смотреть Однако различные другие картинки Смартфон воспроизводит в принципе без проблем Если не сравнивать его ни с чем То очень достойная картинка И вроде бы хорошая цветопередача Что касается углов обзора То углы обзора здесь тоже нормальные Не забываем, что это бюджетный смартфон Стоимостью 135 долларов И еще один момент По поводу пиксельной сетки На форумах об этом смартфоне идет такая баталия комментариев О том, что якобы тут видны пиксели очень сильно Я, если честно, вот невооруженным глазом Не вижу никакой пиксельной сетки Какая-то там матрица особенная Не помню, как называется уже Что вот якобы плохая пиксельная сетка Ее видно И этого не должно быть на 4,3 дюймах С HD разрешением Я этого не вижу Можем попробовать сделать вот так вот Не знаю, как по мне, экран нормальный Если не всматриваться в эти пикселя То все достойно и более чем Что касается звука Что касается воспроизведения видео Само собой воспроизводит смартфон любой формат видео Full HD, HD и меньшего формата Воспроизводит без глюков, без подтормаживаний Звук внешнего динамика довольно-таки громкий Нормального уровня звучания Через наушники В принципе, тоже хорошо звучит смартфон То есть слушать можно, действительно Производительность этого смартфона Обеспечивается за счет Четырехъядерного MTK6582 И HD дисплея И гигаоперативной памяти Давайте парочку игр я вам запущу Продемонстрирую Продемонстрирую С игрушками в принципе проблем быть не должно Нормальный процессор, нормальный графический ускоритель И небольшое разрешение экрана Это все залог успеха для воспроизведения современных игр Теперь, что касается аккумулятора Я тестировал этот аккумулятор 2200 мАч Напоминаю его емкость На разных прошивках он ведет себя по-разному Но вот именно на этой прошивке Он показывает максимальный результат Значит, результат в Antutu тестере Это 452 балла Да, это небольшой результат Для такой диагонали Для такой емкости аккумулятора То есть должно быть где-то 500-600 При воспроизведении YouTube видео с максимальной яркостью С включенным Wi-Fi естественно Это 2 часа 14 минут до 14% И в режиме игры с максимальной яркостью С выключенным Wi-Fi Выпек цитадель Это 2 часа 8 минут По аккумулятору я не могу сказать, что смартфон показывает хороший результат То есть такой результат средний GPS ловит Тестил я его через инженерное меню Это вот был первый старт Первый старт был довольно-таки долгий Потому что он был, грубо говоря, на холодную Потому что EPO-карты не были прогружены В принципе, ловит спутники Обозначает точку на карте И потом с ними работает Камера 8 мегапикселей Основная камера 2 мегапикселя фронтальная Видеозапись осуществляется в формате Full HD Что могу сказать по поводу камеры? Камера среднего уровня В принципе, вот я фоткал развернутый журнал Все тут читаемо Все четко Все, в принципе, нормального качества Также я фотографировал макросъемка Ну, в общем, макросъемка мне понравилась Но сдалека Немножко мылит смартфон Немножко не хватает четкости, резкости Видео в формате Full HD тоже заснял Качество такое Но если учитывать, что это бюджетная Бюджетная оптика Бюджетный смартфон То, в принципе, довольно-таки нормальное качество для съемки Автофокус Вспышка Все это рабочее По функционалу Все, что заявлено Все работает Можно, в принципе, заканчивать Обзор я выполнил Протестил все необходимые моменты Что могу сказать Это хороший вариант в небольшом размере На рынке сейчас мало действительно хороших моделей небольшого размера В основном стартуют все модели 4,5 и 5 дюймов 4,5 это там Т5С В100С Течель Из маленьких, да, присутствуют на рынке модели Но это в основном модели Lenovo А760 А630 И подобные Но они полностью проигрывают по техническим характеристикам Там слабее процессора Там слабее камеры Слабее экраны То есть, ну там другого уровня смартфона Да, они там на 200 гривен дешевле То есть, я считаю, что это хорошая такая модель Есть у нее свои недостатки Свои плюсы есть Плюсы это размер, корпус, цена, удобство пользования этим смартфоном На среднем уровне находится качество аккумулятора и съемка По поводу недостатков лично для меня Ну, не знаю для кого как Мне немножко не нравится экран То есть, экран вроде бы хорош Вроде бы и яркий И углы обзора для бюджетности смартфона Но я люблю немножко более яркие экраны Для меня этого будет маловато И я люблю, чтобы Экраны были немножко холодного оттенка Чтобы белый цвет Он был либо таким немножко синеньким Либо действительно белым Холодно-белым таким А не тепло-желтым Как вот в данном случае Но это уже такие мои личные предпочтения Прошивка у нас рабочая, проверенная Как бы максимально, максимально все выжато Из того, что представлено на форумах Поэтому нареканий на прошивку, я думаю, быть не должно На этом все А, еще хотел сказать Что благодаря вот этой вот прошивке MyUI У меня состается впечатление Что я держу в руках продукт от Xiaomi Такое-то так все сделано Так все выполнено Плюс качество модели еще дает Дает свои плоды Но потом, когда мы переворачиваем Увидим, что это GI Ну, это немножко ниже уровня Ниже качеством продукт, чем Xiaomi Однако, благодаря прошивке Благодаря неплохому софту Неплохому железу Все очень достойно И как будто вот в руках аппарат от Xiaomi Это очень радует На этом все Спасибо за внимание Подписываемся Ставим лайк Спасибо Всего доброго Спасибо